Здравствуйте, уважаемые зрители! Не посчитайте это вступление к данному видео лишним. Послушайте внимательно. К этому видео мы шли почти три года. Два или три года я не делал видео про приборы генератора молекулярного водорода для воды, так как в этом не было смысла, и тем более принципиально новых приборов не было за эти три года. Теперь пришло время, и вот вам обзор нового прибора для воды персонального генератора водорода и свободных электронов UVPEN, который пришел на смену уже старого прибора NeopEN. Честно говоря, и про приборные UVPEN не было видеообзоров, так как их производилось мало, и потому в этом не было смысла. Их всегда не хватало, и тогда мы обошлись текстовым описанием на страничке этого прибора в сравнении его с предыдущей моделью. Но то, что мы создали теперь, просто необходимо предоставить вам для просмотра и все подробно пояснить. Итак, на днях ко мне приехал мой коллега и товарищ, которого мои старые зрители помнят по старым видеообзорам приборов Haloby, AquaPen, а до них AquaMagic. И буквально через две минуты вы увидите интереснейший обзор, замеры и подробный рассказ про, не побоюсь этого слова, технологический прорыв в создании генераторов молекулярного водорода. Прибор, совмещающий в себе сразу несколько технических новшеств и удобств. Самыми высокими доказанными в одной из двух существующих в мире подобных лабораторий параметрами по результатам тестирований в США на газовом хроматографе. Уровни молекулярного водорода в воде после генерации им до 5,5 ppm. Прибор УВПМ идет аж с двумя видами ультрафиолетов в крышке прибора для дезинфекции воды и предотвращения образования бактериальных налетов. С титановой мембраной и еще титановым войлоком, покрытыми, конечно же, платиной, пузырьками трех видов, в том числе и микропузырьками от 10 до 100 нанометров. И вы поймете, это принципиально важно. А тем, кому нельзя пить много воды, теперь можно пить хотя бы один стакан в день. Для получения терапевтической дозы водорода более одного миллиграмма на стакан воды. Всего лишь на один стакан. В приборе надежное толстое стекло, крупная надежная резьба, индикатор времени и заряда, очень удобный сенсор включения и две мощные аккумуляторные батареи. Ну а про прочее многое, сами скоро все услышите и увидите из этого видео. А также вы узнаете про хитрости и подлости производителей и рекламщиков, дешевых генераторов водорода, и уже тогда вас не смогут больше обмануть нечестные и хитрые продавцы. Продавцы очень опасных для здоровья приборов, на которые некоторые любители купить на грош пятаков ведутся, польщаются. Вы узнаете, как и от чего так быстро деградируют мембраны большинства генераторов водорода, и как на дешевых приборах тестами хитроумные маркетологи показывают вам высокие параметры молекулярного водорода. То есть как из Г делают как бы конфетку. За счет каких технических хитростей вы это скоро узнаете. Будьте бдительны, от этих знаний зависит ваше здоровье. Это очень все серьезно, это вам не телевизор выбирать, тут нужны знания, а не вера. Не навредите себе. Да, и скажу наперед, так как всегда об этом пишут невнимательные люди, кто захочет приобрести прибор, о котором пойдет речь, то есть УВПН, ссылка на него будет под этим видео, как всегда. И мы отправляем их в любую точку России и любые страны мира. Не задавайте в чате под этим видео об этом вопрос. Смотрите внимательно, и вы все услышите. Приятного вам просмотра. Игорь Александрович, добрый день. Я рад вас в моем хозяйстве приветствовать. Кстати, вы у меня первый раз, да? Добрый день, да. А вот, а мы с вами два с половиной года, наверное, не записывали видео по приборам по воде, потому что просто не было смысла и оказии, поскольку последняя модель у нас продержалась с вами долго, но все совершенствуется, да? У нас был, напомню, зрителям Неопен, прибор персональный генератор водорода свободных электронов. До него был Аквапен, а до него Хеллоби. И вот каждое звено, каждый этап, как совершенствуется все в нашем мире, компьютеры, вот эти смартфоны, каждый год, так и совершенствуются, соответственно, приборы по воде. Скажите, есть ли, во-первых, предел совершенства, что сейчас мы хотим и почему мы с вами собрались, то есть вы приехали из другой страны специально, чтобы мы с вами записали это видео для наших зрителей, что мы сейчас готовы им показать, предложить, что они могут ожидать. Ну, в общем, давайте расскажем, а потом покажем, продемонстрируем параметры этого нового прибора для воды. Действительно, Юрий Андреевич, все совершенствуется, и мы тогда с вами считали, когда те видео записывали, что это уже все предел технологической мысли, что еще улучшать, непонятно было. Я помню, начинали с простого электролиза, потом дошли до протоннообменных мембран, титан, платина, все это, так сказать, установлено. Мы думали, ну, все, это как бы финиш. А оказалось, нет. Мысль развивается, все лучше и лучше приборы, и все новые и новые потребительские качества. И вот сегодня я вот привез на презентацию новейший прибор, называется УВПМ. У нас осталось название, это протонноэлектронная мембрана, а вот УВПМ это означает по-русски ультрафиолет. Почему? Сейчас расскажу. Вначале расскажу историю, как он создавался. Значит, идею, прямо скажу, не я придумал, да? Придумали американцы, как всегда, в некоторых вопросах, касающихся фитнеса. Вот. Вот эта бутылка для фитнеса, которая вместо пластиковых бутылок, что совершенно правильно, да, используют молодые люди, спортсмены, во время тренировок, наливают воду и пьют. Из, как правило, откручивают, и вот из горлышка пьют. Но я лично знаю несколько человек, которые раз в месяц меняют эти бутылки, просто выбрасывают, потому что они начинают, ну, нехорошо пахнуть внутри. Почему это происходит? Это очевидно, да? Человек пьет из горлышка, там в спортзале нет возможности наливать в стаканы, в результате от слюны, от языка, от губ попадают, значит, от бактерий, да, и тут микробиоты развиваются, ну, соответственно, это приводит к запахам неприятных, вплоть до образования плесени. Что придумали американцы? Они придумали вот такую вот крышку, которая внутри содержит ультрафиолетовый излучатель. Вот так вот нажимается, и вот, если видно на камеру, да, значит, вот такие ультрафиолетовые, ну, фиолетовые, значит, концентрические окружность, да, светящаяся, она свидетельствует о том, что идёт процесс обеззараживания. Ультрафиолетовой стерилизации. Ультрафиолетовой стерилизации. Значит, ультрафиолетовая стерилизация происходит только, единственное, при условии излучения в диапазоне УВЦ, то есть, С-часть ультрафиолетового спектра. Именно она самая агрессивная, самая мощная. Жёсткий ультрафиолет. Жёсткий ультрафиолет. Вот она убивает, как провели исследование, 99,9% вирусов, бактерий, грибки и вплоть до плесени. Ну, плесени-то, да, часть грибки. Вот. Ну, вот, воодушевившись такой конструкции, бутылка не дешёвая, 116 евро стоит и как бы, и выше, то есть, в зависимости от объёма. Вот, вдохновившись и воодушевившись, такой идея, я считаю, идея прекрасная, мы создали прибор водородной воды с такой функцией. Более того, почему пришлось и вообще это сделать правильно, что понадобилось, скажем так, потому что люди, многие стали писать, вот я пользуюсь, а стал цвет, запах, прочее, но мы стали разбираться. Разумеется, некоторые люди пили так же, как привыкли в фитнес-бутылках, вот, пить из горлышка, так же пили из наших приборов. Я говорю, ну, слушайте, переливать надо, но люди разные. Это, во-первых. Во-вторых, какие-то люди оставляют прибор на свету, начинается обрастание там, водорослей и так далее. Опять-таки, попадают споры. В водоросле есть споры в атмосфере, в воздухе всегда, везде, в любом доме, в городе, в квартире, в деревне и так далее. Это гигиена. Ну, в любом случае, тут главная невидимая часть проблемы, а та невидимая ее часть. То есть, это понятно, что надо дезинфицировать и обрабатывать мембрану, как по рекомендациям, там, лимонной кислотой и так далее. Это все понятно. Но мы говорим о том, что лимонная кислота далеко не все бактерии, тем более грибки, может убить. Здесь эта дополнительная функция не то, что лишней быть не может, она просто, ну, она объективно нужна и необходима. Более того, это очень долговечные светодиоды, вот эти ультрафиолетовые, поскольку включать их не нужно постоянно, они будут включаться там редко. Кто-то это будет раз в неделю, да, кто-то там через день, допустим, чаще-то? Даже если, даже если каждый день по несколько раз, стойкость этого, долговечность прибора, его надежность значительно превышает срок службы вообще в бутылке, вот, или до следующей модификации может что-то другое выйдет. То есть, очень долговечное. можно сказать, что если каждый день, раз в день, обрабатывать, вот сколько циклов, например, один прогнать. 50 тысяч циклов. 50 тысяч циклов на десятки, не нужно столько. Ну, понятно. Ну, все, с этим вопрос закрыт. Значит, что мы сейчас людям покажем? Во-первых, вот я смотрю, у вас несколько приборов. Я вначале открою, мы зальем, начнем генерацию, и пока идет генерация, мы расскажем про... Единственное, я сейчас скажу, что нашим зрителям, что мы покажем на примере тех многих разных приборов, которых существует, там, десятки на рынках, да, разных. В чем подвох? Почему они не дают те заявленные, что производители, обманывая людей, говорят параметры, и как это делается, и как это проверяется? Да. Вот об этом мы поговорим в том числе. Ну, давайте, это наш прибор. Ну, открываем премиальную упаковку в этот раз на магнитной защелке, то есть, очень все надежно, жестко. Инструкция, Юрий Андреевич, писал ее месяц, наверное, учел все вопросы, за эти годы, которые накопились, в том числе, извините за выражение и дурацкие, которые возникали, но вы меня просили, чтобы я ответил на все вопросы, чтобы ни у кого вообще никаких не было сомнений и двумысленного толкования. Абсолютно. Вот инструкция, она отлично. Вот сам прибор, значит, он упакован, вставлен специальные пазы, в комплекте еще запасная прокладка для тех, кто пользуется бутылкой не такой, а от минеральной воды, да, она остается, и штекер, не штекер, а кабель зарядного устройства. А сразу заряжаем, от чего его можно заряжать, какие варианты? заряжаем от зарядников мобильных телефонов, но чтобы было один, желательно максимум 2 ампера. Вот такие вот. То есть, не быстрая зарядка, но это как всегда. От ноутбука можно зарядить? От ноутбука тоже, но долго. Долго. Я расскажу про зарядку сейчас по ходу. Значит, заглушка силиконовая, снимаем раз, и особенно вот это. У нас была масса случаев с неопэмом, когда люди пишут через полгода и говорят, слушайте, что-то пузырьки не идут. Я говорю, а вы сняли это? А надо было. Хотя там написано, говорит, мы сняли, потом поставили. Видео показывали. Снимаем, ставим и применяем только когда едем в командировку куда-нибудь, чтобы закрыть, чтобы не вытекало. кладем в коробочку и убираем. И убираем, чтобы больше они не путались под ногами. Вот прибор. Внутри должна содержаться жидкость. Немножко-немножко. Если её нет, потому что она могла высохнуть, пока перелёт, пока на складе лежит. Ничего страшного. Заливается и перед первым включением 4 часа зарядка. 4 часа держите. Лучше всего ночь продержать. Идеально будет. Скручивается. Прибор исключительно надёжный, сильный. Резьбовые соединения. Резьбовые соединения, Юрий Андреевич, на этот раз вообще не вызывает никаких вопросов. Раза в 4 толще, чем на на EOP. Да. Это сломать нельзя. Ну, и вот на крышке этот излучатель. То, что он не по центру, пусть вас не смущает, он сделан с большим запасом, он охватывает всё пространство и так далее. Ну, это кнопочка. Ну, что, наливаем воду и продолжим рассказывать. Померяем до того, как вы, ну, как будем кнопку генерации включать, параметры воды или... Я думаю, мы всё уже... В предыдущих роликах, дорогие друзья, мы всё показывали, ссылку оставим подробно. Вода совершенно тех же параметров плюс-минус. То есть, параметры воды немного меняются со временем и в городах, и в сёлах, что называется, но примерно все те же самые. Параметры вы сейчас увидите на своих экранах. Игорь Александрович, а зачем так много воды вы залили? Прямо почти под горлышком. Нет, 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 нет. Я не под горлышком. Покажите, давайте вас покажем. Вода залита до начала резьбы. До начала резьбы. До начала резьбы. Так и заливает, да? Да, это потому, что в крышке стоит клапан, да, который срабатывает при избыточном давлении для сброса давления. Это для безопасности и для того, чтобы не было перенапряжения и дальнейших протечек. А меньше воды можно налить? Можно, это не проблема. Главное не больше. Главное не больше. Всё, до начала резьбы это предел. Это тоже, кстати, меньше налили, концентрация сильно не упадёт. Не упадёт. Хорошо. Упадёт, но не сильно. То есть, это как бы... Так, ещё, Юрий Андреевич, меня некоторые горячие головы упрекнули. У вас тут подделка, да, вы налили уже воду обогащённую водородом, померили просто, так сказать, ТДС тогда, да, температура, она была водородная, поэтому такая высокая концентрация. А давайте померим сейчас. Значит, вот, берём из той же бутылочки. Из той же бутылочки. Вот я наливаю. Вот я наливаю. Опа. Так, я извиняюсь, она уже... Мерили там что-то, да? Но в любом случае там как бы... Не, ну давайте несколько раз слейте просто. Понятно, что в этом нервном стаканчике уже были как? А пальцев стряхните. Вот уже, Юрий. Не, не, ещё раз вылейте, ещё давайте до более точного. Ещё третий раз. Пусть. Главное, это в прямом эфире, потому что некоторые люди вот вырезали там или что-то такое, там есть такое. Ну давайте вот. Третий раз, ничего страшного. Соберу и всё. Так. Раз. Ну вот всё, она уже. Всё? Водорода нет. Это означает, что всё, водорода нет. То есть, если с первой капли, каждая капля означает 1 ppm. Вот здесь вот я капнул, если она сразу, ну всё, значит водорода нет. Сейчас я поясню людям. Дорогие друзья, речь идёт про избыточное количество молекулярного водорода в воде, который как раз генерирует вот этот персональный в данном случае генератор в виде стаканов водорода и свободных электронов. То есть, мы не только с ОВП работаем в сторону, уменьшения, ну, в сторону увеличения заряда частиц свободных электронов, когда минус идёт ОВП у нас, окислительно восстановится на потенциал. А мы говорим сейчас о самом важном показателе, о количестве вот этого мощнейшего и антиоксиданта, и я не буду сейчас говорить об этом сотне статей, если не тысячи, уже написано, медицинских, научных, а не говорят, как можно, знаете, самая большая претензия, некоторые вот умники говорят, как вода это H2O, какой может быть водород в воде, это глупость, мол, и так молекула H2O, речь-то идёт про H с плюсом. И вот молекулярный водород может быть в избыточных концентрациях, и вот в этом его уникальная лечебная суть, вот то, что описывают и японцы, и американцы, и, так сказать, как говорится, во всём мире, где наука по воде развита. Так, ну давайте запускаем. Мы убедились, что вода у нас идеальная, запускаем. Так. В воде нету молекулярного водорода, практически ноль, поскольку первая капля показала нам синий окрас. Теперь что делаем? Как легко включается? Легко, легко. Первое нажатие на 3 секунды, прижимаем. То есть, вы пальцем нажали, и 3 секунды держите? Он начинает работать. Предустановленный режим 5 минут. Автоматически сразу? Да. Тут один режим или нет? Вот когда он заработал 5 минут, то есть пошли первые пузырьки, вторично нажимается, и он 10 минут. Тогда второй режим 10 минут? Да, здесь в этом приборе, в отличие от всех предыдущих, значит, время отчета видно до конца. То есть, здесь вот на дисплее 9 минут, вот сейчас 17 секунд осталось до конца. Лучше не надо во время генерации, потом... Пусть стоит на столе равномерно, потом покажем. 10 секунд. И еще будет показывать, когда закончится генерация, сколько делений на заряде батареи. А, то есть, когда заряжаем можно? Да, то есть, очень хорошо. Этого не было ни в одной. Этого не было. Этого не было. Это новинка. Он по размеру даже поменьше старых приборов. Он, этот прибор, ну, смотрите, он отличается чем? Во-первых, размеры. Он поменьше. Здесь 210 мл. Вот прежний был 320. Почему? Это не просто так. Прибор выверен от и до. По всем показателям. Начиная от дизайна, кончая техническими особенностями конструкции, про которые я расскажу. Так вот, оказывается, провели исследование, опрос, да, сколько воды надо. Потому что, лично мне, 320 мл. Хорошо было. Очень много людей, которые не допивали. То есть, ну, много им, женщин особи. Не привыкли люди пить воду. Да. Ну, и они говорят, что делать с этой? А можно потом? А как и меняется концентрация водорода? Значит, поэтому решили ставить 210 при очень высокой концентрации, высокой концентрации, которые здесь мы, я надеюсь, увидим, да, вот один стакан несет очень серьезную дозу. И, кстати говоря, я специально померил, да, вот взял граненый стакан стандартный, вылил, и ровно граненый стакан здесь. Ну, то есть, 200 мл. точно есть. Соответственно, точно, да. Я сейчас поясню, что мы имеем в виду. Смотрите, дорогие друзья, 200 мл воды это то, что обычно человек может выпить, даже кто не любит пить воду. что называется, через силу, потому что воду пить надо. Но воду какую? Вода должна обладать определенными физико-химическими свойствами. Какими их много? Я вам ссылочку под этим видео оставлю на мое старое видео, которое навечно, потому что параметры физико-химические, они вечные, это еди, это истина, это то, что должно быть, потому что это та вода, которая измерена внутри клетки человека. Если мы будем пить воду, которая близка по параметрам физико-химическим клеточной воде, межклеточной, то значит, мы не будем тратить свои ресурсы организма на перестройку воды, потому что человек пьет любую воду, но чтобы привести ее в те характеристики, которые необходимы для биохимических процессов наших с вами в клетке, организм ее перестраивает ценой потери огромных количеств ресурса организма человека и энергии, и ферментов, и так далее, и так далее. Так вот, тем эта вода и нужна, и необходима, и полезна. Но в данном новом приборе теперь количество молекулярного водорода гораздо выше, чем в прошлом, который, вот, неопен назывался. Он очень хороший, приборы есть и будут, но для тех людей, кто не может пить много воды по какой-то причине, например, почки больные, отеки, сердце, это идеальный вариант, потому что вот этот прибор за одну генерацию, 5-минутную, стандартную, даст такое количество, сейчас мы посмотрим, какое, молекулярного водорода, что это равняется примерно, как если бы вы выпили 5 стаканов по 300 миллилитров прибор Хеллоби позапрошлого поколения, или как, наверное, 2 стакана неопена. Да. А это значит, что теперь вы не можете себя, ну, можете не насиловать, что называется, кто не хочет пить много водой, а пить буквально 1 или 2 стакана в день, ну, конечно, лучше 2. Если вы будете, сразу будут вопросы, а вот люди зададут вопрос, а если я, ну, привык и хочу много пить воды, не будет ли это перебор, такие высокие концентрации молекулярного водорода, если я буду 5-7 стаканов в день пить? Это тот случай, когда чем больше, тем лучше, потому что водород, он не имеет, молекулярный водород, он не имеет отрицательных побочных явлений, и он выводится, он соединяется, он против свободных радикалов действует, это его главное назначение. Свободные радикалы самые опасные, это активные формы кислорода, это, как правило, ОН-, да, вот, как говорится, по формуле, да, водород с ОН, гидроксильной группы, образует воду, и естественным способом удаляется от... А излишней молекулы, вот я что хочу объяснить, вот молекулярный водород, который не пойдет на гашение, на реакцию нейтрализации свободных радикалов, он просто, это летучий элемент, даже опыты проводились японцами, через полиэтиленовые мешки он удаляется, то есть это самая маленькая молекула на планете. Не только через полиэтиленовые, через стальные бутылки, единственное, что там алюминиевые, но алюминиевые мы знаем, это канцерогенция, это нельзя пить из алюминиевые. Вот, поэтому, хотя некоторые продают, именно в алюминиевые. Некоторые формы для хлеба из алюминия делают, а это делать, а тем более при нагреве, категорически нельзя. Так что водород летучий. В отличие, кстати говоря, от других антиоксидантов, например, витамин С, там передозировка может быть, мы знаем эти случаи. Хотя Лаймус Поллинг тот же, дважды лауреатно близкий примит, доказывал, что даже до 40 грамм в день, когда болезни идут временно, можно потреблять, там ошибка его была в другом, что он не видел разницу между созданной им фармкомпанией, ну, которая потом Эрвин Началлс, вот эта американская, продавала его и рекламировала, между синтетическим и натуральным. А вот тут была огромная ошибка. Формула-то одна, количество атомов то же самое, но совершенно дело в другом. Правда, тем отдельного видео я пояснял разницу между синтетическими и натуральными витаминами в моих соответствующих видео. Вот. А что было по результатам замера, вот перед тем, как прибор уже был отдан на производство, кстати, тоже можно рассказать, что несколько раз партии отзывали, когда, ну, это мы сейчас расскажем, чтобы уже идеальный продукт, абсолютный, чтобы не было с ним ни у одного человека никаких эксцессов, проблем. Вот, что он дает по ОВП, потому что люди знают, что ОВП очень важно, что был минусовой. Вот у нас, например, плюс из-под крана, допустим, 150, плюс 150 ОВП, милливольт. Что у нас получается на выпиле? Юрий Андреевич, ну, ОВП, это не главный показатель, который характеризует качество этого прибора. Самое главное в водородных приборах, это концентрация молекулярного водорода. Вот именно это является той характеристикой, которая применяется при помощи в борьбе с различными заболеваниями, улучшения самочувствия. ОВП тоже, безусловно, хорошо, но даже приборы с небольшой концентрацией водорода имеют достаточно нормальное, минус 400, минус 600, да, они имеют. Здесь минус 600, минус 800, но это я вообще даже не считаю. Это как бы вот такие недобросовестные продавцы, которые, первое, не в состоянии измерить, так сказать, концентрацию водорода, потому что они делают упор на ОВП, и у которых небольшая концентрация водорода, они упор делают на ОВП. И ещё есть группа, которая просто не понимает. А знаете, какую хитрость они ещё многие делают? Они берут, делают, берут жёсткую воду, и чем жёстче вода, тем электрону, как мы сто раз говорили, есть за что зацепиться, и там ОВП сразу... Попробуйте сделать в воде после обратного осмоса, чтобы был минусовый ОВП, на это способны очень мало какие приборы. вот этот прибор такой. Вот вы в воде после обратного осмоса минусовой получали. Конечно. Вот и всё. Это самый главный показатель, ну, того я имею в виду, показатель, что как работает прибор. Но это не главное ещё раз по тому же, что нужно для здоровья. Так что у нас... Уже у нас минуты, через минуту мы начнём... Ну, начнём. Начнём мерить, да. Нет, мы специально, пока вот ничего не прерываем, и на съёмках на записи скажу моего помощнику, кто монтирует, чтобы ни капли не удалял, ни секунды, пусть спокойно специалисты смотрят, что мы это делаем. Мы, кстати, я вот, например, то есть, Игорь Александрович работает непосредственно там с производством. Были, кстати, но расскажите потом, какие там некоторые нюансы, почему да эти откровенно, те какие проблемы, почему мы задержали, хотели же ещё в середине лета, чтобы уже этот прибор люди смогли получать. Но вот получилось только, что называется, в сентябре. Из-за чего? Ну и пока вот у нас ещё остались несколько секунд, скажите, вот не даром же здесь такое толстое стекло, это видно сразу. Абсолютно не даром. Это вопрос безопасности, вопрос, чтобы такая большая концентрация, она невозможна при нормальном давлении. Здесь создаётся избыточное давление, которое стекло может не выдержать и просто разорваться и поранить. Ну что, открываем? Давайте. Замиранием сердца, что получится? Ну давайте посмотрим. Так, вы промыли изначально. А, ну это вода, несколько раз промойте тоже. Прямо вот эту бензурку несколько раз. Да, так же, да. Я промыл уже. Ну и ещё раз, прямо этой водой промойте. Ну и вот. Давайте потом нам... Ага, резочка есть. До красной линии. Да, ну всё, тогда сейчас начнем. Давайте сейчас немножко уберём вот так вот в сторону. Пока. Ну вот сюда вот, не будем из кадра уводить вот так. Начнём капать. Так, считаем. Почитаем. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Стоп, стоп, подождите, а то уж сразу... Ну-ка, я жду. Ну-ка, давайте. Неужели станет про... Обалдеть. То есть мы уже имеем какую концентрацию? Два пиплём. Два пиплём. А, то есть два миллиграмма на литр. А ну-ка, давайте ещё. Неужели... А это более чем достаточно. Это просто чудо. Такое... Раз, два, три, четыре. Ну-ка, стоп, стоп, стоп. Это уже два с половиной миллиграмма на литр. Это уже два с половиной. Пиплём. Значит, больше концентрации. Да. Ну, это... Раз, два, три, четыре, пять. Вы думаете, больше трёх? Я, честно говоря... Сейчас посмотрим. Три. Обалдеть. Ну, давай теперь по одной капле, потому что любой момент... Юрий Андреевич, на этом... Приборе я мерил 53. Да вы что? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Это у нас... Тридцать пять. Тридцать пять. Вот поэтому, дорогие товарищи, можно даже одним стаканом в день для ленивых людей и для тех людей, у кого есть проблемы с полочками, так сказать, какими-то проблемами, когда нельзя получать высокую концентрацию. Достаточно одного стакана в день. Ну, конечно, лучше два, три, но одного даже достаточно. Так, ну вот, всё. Тут мы точно уже... Да, у нас неудачка. Между тридцатью пятью, ну, тремя с половиной и четырьмя, да? Ну, пять сорок где-то. Ну, тридцать восемь сорок. Да. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Это означает, что 3,8 миллиграмма налито, 3,8 ппм, да? Да. Сейчас получилась такая концентрация. Я, кстати говоря, сразу почувствовал, что не будет такой, который я ожидал, потому что или я налил не столько, или вода не... Ну, хлопок получился не такой. Должен больше быть? Ну, во всяком случае, я на этом приборе, так сказать, я говорю, было и 53 у меня капли, да, но... А вода, потому что не... она всё-таки средней жёсткости, она не после жёсткости. Ну, по-разному бывает, Юрий Андреевич. Вот концентрация водорода, она зависит от очень многих факторов. Температура воды. Значит... Наличие газа в других. Наличие других газов. ТДС, то есть, потом, насколько чистая колба, степень заряда батареи, атмосферное давление вот конкретно в этом помещении. Значит, я скажу, что даже это и лучше, потому что люди увидят не лучший, идеальный... Как минимум столько. Это минимум. Да. Это реально минимум. Нет, это в любом случае более чем. Потому что мы делали замеры партии, да, которая на конвейере идёт. Ну, как правило, 4,5, 4,8, 5,2, 5,3. Вот это наш диапазон. Бывает меньше, да, но это, так сказать... Ну, бывают причины всякие. Вот у нас сейчас такое, как говорится, визит-эффект называется. Слушай, а напомните, в Неупене сколько было у нас? В Колобе был 1,2. 1-1,2 от Силы. Так. Вот. Аквапемы было 2,2, 2,5. Да. В Неупене было 2,7. Так, здесь мы видим 3,8 как минимум. Это то, что сейчас мы замерили до 5, соответственно. Ну, больше. Я сейчас расскажу. Ну, давай. Значит, этот прибор, он уникален тем, что здесь применены новейшие технологии в производстве водорода. А именно. Там раньше у нас были просто титановые пластины. Покрытые платины. В этом приборе применены пластины, мало того, что титановые пластины, но туда интегрированы еще такие новинки, как титановая сетка и титановый войлок, так называемые. Что это такое? Вот титановый войлок, он, это совершенно новейшая технология, которая подразумевает вот что. Берутся микронные нити титана, сплетаются нетканной тканью, накладываются слои на слои, да. Вот. Потом при высокой температуре спекаются, таким образом получается 3D-структура, высокопористая, которая еще и способна, значит, создавать высокую плотность тока. Это позволяет сильно увеличить, значит, выделение водорода при электрозе. Вот эта новинка позволила достичь вот таких уникальных результатов. То есть, вот это сегодняшний, я считаю, провал, на самом деле рекорд. Если бы мы с вами, так сказать, год или два назад об этом мы бы сказали, вау, не может быть. А сейчас я даже это считаю таким не очень-то результатом, но, как бы, чтобы вы понимали, меньше не будет, только больше. Скажите, а вот когда мы с вами вот год назад уже о создании прибора говорили, от момента вот нынешней записи, вы говорили вам, у американцев появился прибор, который они позиционируют, что там чуть ли не три. Хотя это неправда, и вы проверяли, что... Это, если можно, я сейчас вот расскажу, Юрий Андреевич, чуть-чуть про другое, да. Вот, насчет того, что год назад мы говорили, это действительно так, это характеризует то, что насколько серьезно мы подошли к этому прибору, мы больше года им занимались. То есть, вот это, вот это лично я из своих средств оплатил полностью вот эту вот конструкцию, вот она, тоже здесь ультрафиолетовая включается, только на глаза не... Не-не-не-не, я вот, 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 вот. Значит, пока все нюансы мы изучили, да, консультации с физиками, подбор различных излучателей ультрафиолетовых, да, вопросы безопасности и так далее, сейчас остановлюсь на этом. И потом делали оснастку, тоже все, так сказать... Причем все это европейские разработки, это только произведено по запатентованной технологии уже в Китае. Питая, да. И что хочу сказать... Она выключится сама. Ага, я выключу. И что хочу сказать... Эти приборы, мы... Понимаете, что этот прибор делает серийный завод, как бы, да, вот. И мы выбирали различные приборы, сейчас я покажу, из чего мы выбирали, для основы, потому что крышка-крышка для основы. И даже этот прибор серийный, да, если кто-то вдруг у нас есть такие любители поискать там в Китае, да, если они вдруг найдут похожий, подчеркиваю, дизайн, имейте в виду, что для нас завод делает специальные электроды, для нас специальные. То есть, электроды – это вот эти вот, как с отверстиями, как друшлаки, вот эти вот видные сверху, значит, элементы. У нас 421 отверстие, в серийных – 275. Да, я просто зрителям хочу сказать, что всегда все в Китае такой промышленный шпионат, что одна фирма за другую и за сотнями другими следит, агента внедряют на заводы своих же сотрудников там и так далее. Суть в том, что у нас были такие проблемы, и люди жадовали, что вот, продают там либо дешевле, либо продают, но не так работает, проверяем параметры совершенно другие. А стали выяснять, и всегда выяснялось, что партии приходят в Россию, приходили левых приборов, то есть, сделаны на других заводах, других линиях, которые копировали абсолютно похожие. Помните, была история вот этой HelloBee Heavy там и так далее. В общем, суть в чем? Что сейчас мы так сделали, и зная все эти подлости и тонкости, предостраховались, что подделать вот этот прибор внешне можно все. Но никто, это чтобы вы знали, не сможет сделать, повторить подобный прибор нигде, даже в Китае. Вот не будем раскрывать все карты, мы только лишь один момент пояснили сейчас, но это абсолютный факт. Только на сайте nadgard.ru. И на тех сайтах, которые указаны на моем сайте nadgard.ru, можно будет приобрести эти приборы. И сразу наперед скажу, и дальше пойдем, что не только в любой город России, но и в любую страну мира мы можем от США, в Канаду, в Корею, в Израиль, в Японию, куда хотите отправить эти приборы. Как все указано, расписано под товаром на сайте, в том видео, которое вы сейчас смотрите, под видео будет размещена ссылка, как купить этот прибор. По ссылке заходите, попадаете на страничку этого прибора, и дальше вопрос техники. Так, теперь... То есть, даже если люди найдут абсолютно такой же дизайн, ну, это не найдут, потому что это ноу-хау, моя собственность, как бы, да, с этой функцией. Мы единственные в мире, это первый прибор, но это очень важная функция, да, вот. Не будет такой концентрации, потому что другие электроды стоят. Кстати, когда все это разрабатывалось, да, Юрий Андреевич, значит, мы, конечно же, искали различные варианты. И в первую очередь мы искали... Сейчас много рекламы, опять же, ну, при всем уважении к китайским производителям, да, есть среди них великолепные, да, так сказать, это образцовые, а есть такие, которые, так сказать, откровенные халтурщики. Но они уже пишут, концентрация уже 3-4, это пройденный этап. Пишут 6. Пишут 6. Вот один из этих. А цены смешные. Ну, просто неприличные даже, даже не буду говорить. Ну, да, некоторые же пишут, вот, да, на Алиэкспрессе купить. Хотите убить себя, покупайте. Вот купили. Вот купили на исследование. Значит, ну что, видите, тоже, кстати говоря, это уже не пластик, а оксид алюминия. То есть, это такой, как это, айфона, айпады и всё прочее. Вот. Здесь тоже слезали оксид алюминия, да, как бы. Тоже позиционирует, ну, приблизительно такой же кристаллообразный дизайн, да. Пишут 6. Ну, купил. Купил, померил, прослезился. То есть, там где-то было, ну, около трёх. Ну, так сказать, около трёх. И даже три с небольшим было, да. Ну, так сказать, врать не буду. Ну, не 6. Но при этом, Юрий Андреевич, здесь тоже есть кнопка. Здесь тоже есть кнопка. И что это за кнопка? Это когда заканчивается генерация, вы, и даже покрепче люди, чем вы, не открутят эту крышку. Потому что такое избыточное давление, что это кнопка сброса давления, чтобы можно было открутить крышку. Вначале я подумал, что так это вот решение, да, как бы, помните историю нашу с выстреливающимися крышками и прочее, что такое избыточное давление. Потому что при нормальном давлении концентрация водорода максимально 1,6. Только при повышенном давлении, да, она может достичь вот таких величин. Но тут нюанс в чём заключается. Давление создать ума много не надо. Ум нужен для того, чтобы это давление вовремя сбросить, чтобы не повредить внутренние органы. Потому что это неизбежно приведёт к чему? К деградации преждевременной мембраны. Потому что мембрана имеет дюпон 117, как известно у нас, да. Она имеет толщину 173 микрона, да. Вот. И такое избыточное давление, оно просто порвётся временем. Это первое. Во-вторых, те прокладки, сальники, которые там внутри есть, они промнутся и будут протечки. Мы с таким тоже в предыдущих версиях сталкивались, потом исправляли. Вот. Вот суть этого прибора. Разобрали дальше. Посмотрели. Второй способ, как нагнать концентрацию. Увеличить напряжение на электродах и мембране. Естественно, да. Тупо, так сказать, ток давать на убой, что называется. Померили, да, действительно. Если у нас 1,8 вольта, здесь стабильно 3,2 и выше. Это в разы меньше прослужит мембрана. Это 2 месяца, и прибор, пузырьки будут, но концентрации нет. То есть, она будет падать, падать, постепенно сойдёт на неё. И при том очень быстро. Поэтому, даже если вот вы заплатили малые деньги, это малые деньги. Выкинуты на ветер. Ну, скажем, не на ветер, но где-то на пару недель вам хватит. Ну, ещё есть один нюанс, о котором, к сожалению, вот эти и обманывают. И это мы говорим уже, там, третье поколение и четвёртое приборов. Что в дешёвых, почему они ещё такие дешёвые? А дело в том, что да, вот эти ухищрения физические, такие как больше ток там и так далее. Но вот эти все платиновые, извините, титановые элементы, мембраны и так далее, они либо вообще там не покрываются платиной, либо они покрывают вот таким, чтобы юридически и по сертификатам у них это проходило, и никто в суд не мог подать, потому что действительно покрыто. Но вопрос, сколько покрыто, сколькими слоями и что будет при электролизе через 10, 20, 100 тем более и далее циклов. А это всё частично сойдёт, и при электролизе любые, кроме платины, ионы металлов, переходят, атомы металлов, переходят в воду. И, соответственно, из чего стоит электрод, человек получает эти тяжёлые металлы в организм. И вот это самое опасное и недопустимо. Поэтому стоимость платин очень высока. Но почему платина используется? Не для понта, а потому что платина – единственный металл, который не выделяет атомы себя в воду при электролизе. Вот какая штука-то. Я, кстати говоря, вам скажу такую вещь, которая нам кажется невероятным, но это факт. Мы заказали исследование сравнительно различных видов приборов и разделили на группы А, Б, С и Д по качеству. Четыре группы. Так вот, особая группа – это японские приборы. Хвалённая Япония, Япония там вообще. Так вот, Япония, в отличие от других приборов, использует собственные японские мембраны, и они не покрываются к платиной. Вот так? Вот так. При этих заоблачных ценах и при концентрации 1, максимум 1,2. Вот. Это для сведения всех, кто… Что не всё японское лучше. Не всё японское, как говорится, лучше. Ну и что ещё? Вот на российском рынке тоже присутствуют вот эти два прибора. Но они позиционируются как сверхвысокая концентрация водорода. Один вот тоже оксид алюминия, второй, значит, пластиковый, да. Пишут там 3,4, в ПЛДИ-5 пишут, да. Игорь Александрович, а сколько вы разных моделей, разных фирм, производителей померили, сравнили вообще? Потому что мы вот с вами года два, три ведём про этот разговор. Ну, это измеряется уже десятками, как бы. Ну, штук 30 точно. Ну, конечно. Так. Ну, во-первых, я сам покупаю. Во-вторых, зная меня, мне уже сами производители присылают на тестирование. И какую зависимость вы видите, закономерность, вернее, при измерениях? Несоответствие параметров – это раз. Как правило, сильно завышенная в рекламе, сильно завышенная концентрация. Сильно. Если раньше просто продавцы писали вот такая концентрация, сейчас вот перепродавцы, которые в том числе и на российском рынке, они стали умную фразу дописывать. По данным производителя концентрация такая-то. Ну, да, а производитель всегда в идеальных лабораторных условиях, в идеальных параметрах производит замер, и к нему не прикопаешься, потому что в идеальных условиях он может это повторить. Это точно. На новом приборе, подчёркиваю, на новом. Притом, значит, что могу сказать ещё. Вот этот вот продавец, не буду опять говорить, кто такой, да. Это на букву занят? Да. Значит, мерил, у него вообще нет замеров, вот так как мы с вами показали, да. Ну, один замер я видел, присланный китайцам, так там замер производился, значит, ну, вот таким прибором, вот таким прибором, на работающем приборе во время генерации. Это хитрость. Ну, это хитрость, конечно. То есть, во время генерации, конечно, там весь водород вот он здесь, он не испаряется ничего. Кстати, насчёт испарения водорода, ещё здесь сверхвысокая концентрация, кроме того, что титановый водок, второе, вот он позволяет генерировать нано-пузырьки, так называемые, водородные. В интернете, в англоязычном есть вот это, нано-бабблс, если там набрать, это будет. Это размеры этих пузырьков, ну, в размерности нано. То есть, там порядком... Игромощное насыщение тем самым воды. От 10 до 100 нанометров диаметр пузырька. К чему это приводит? Вот пузырьки обычного размера, они идут строго вверх, вот, и там схлопываются, испаряются. А вот если нано-пузырьки, они начинают хаотичное движение внутри, не поднимаясь вверх. Таким образом, и они находятся как бы в оболочке. И таким образом они сохраняются, вот этот водород не испаряется, сохраняется внутри. Со временем он, конечно, растворяется, тоже испаряется. Но вот в начале, если вы сразу выпиваете, вот это получается сверхвысокая концентрация от этого. Вот это здесь есть. От этого очень важный вопрос сразу у зрителей он будет. Как быстро надо выпивать или некоторые говорится, а вот я, например, хочу перелить куда-нибудь в термос и пойти на тренировку. Вот всё-таки, конечно, лучше выпить сразу, но всё-таки какие варианты? Сколько сохраняется водорода? Юрий Андреевич, мой ответ всегда такой. Пожалуйста, пейте сразу. Он поэтому такой маленький, что можно его с собой носить. С собой абсолютно. А на тренировку это откручивается, оставляется только нижняя часть, накручивается бутылка. Всё в инструкции описано. Но все это знают по-другим. И можете на тренировке купить бутылку, вкрутить и пить. А если по существу вашего вопроса, то независимо от того, что пишут другие продавцы, которые не очень соображают, грубо выражаясь, они пишут, что через сутки концентрация, ничего подобного. Есть исследование, да, в течение часа концентрация уменьшается в два раза. То есть, период полураспада один час. Всё. То есть, если сейчас мы с вами намерили четыре, да, Юрий Андреевич, ну, да, около четырёх, то будет два. Это тоже шикарно, но как бы... Да. А вот помните, мы с вами до записи говорили о том, что есть то, что мы хотим зрителям показать, какой-то документ, который о чём говорит? Да, мы до самого главного не дошли. А самое главное заключается в чём? Два прибора мы отправили на тестирование в Соединённые Штаты Америки. Вот именно этот УВПМ отправили приборы. УВПМ? Ну, два прибора. Два, ну, две штуки. Да, две штуки. Значит, эта фирма называется H2 Analytics. Вот. Они профессионально занимаются исследованием измерения водорода. Кстати, они вот авторы и производители вот капель для измерения. А, вот те самые вот эти капель, это метиленовый синий? Да, метиленовый синий катализированный платиной, да. С платиной. Вот. И они же, там очень серьёзные специалисты работают, физики, физико-химики, да. Вот одна лаборатория там, а вторая в Японии. То есть, две в мире. И они измеряют концентрацию водорода самым, что ни на есть объективным способом, методом газовой хроматографии. То есть, это несоизмеримо точнее, чем любой капель, и тем более, покажите, чем вот тот прибор, о котором, кстати, вы тоже скажите. Нет, японский приборчик измеряющий. Да, да. Вот этот прибор, да, с него начинались, мы уже рассказывали, повторимся. С него начинались измерения концентрации водорода. Кстати, он не дешёвый. Он совсем не дешёвый, он где-то порядка, я платил 1000 евро в своё время. Вот. Ну, с доставкой, да. Извините, я вас вынужден перебить. Дорогие друзья, ещё раз скажу, то, чем вы хотите измерять, или вам какие-то там блогеры предлагают, выкиньте это в помойку, вы никогда не получите вообще объективные измерения. Об этом, кстати, мы говорили подробно, если хотите, вот почему так делать нельзя, и вот там дальше два приборчика, и висать, покажите, вот там за вазочкой, просто вот это ведёрко, попробуйте аккуратно достать. А нет, прям за ведёрко, достаньте, не, не, прям ведёрочка, вот это. Дорогие товарищи, вот немецкие приборы, вот мы в прошлых видео с Ириной Александровичем показывали, вот эти приборы, вот эти вот, а, американские, по-моему, да, это приборы, не немецкие, я всё время путаю. По-моему, американские, вот эти два прибора, мы два, даже их, они очень дорогие, с электродами отдельными, выносными, которые калибровать надо постоянно, они вот в калибровочной жидкости стоят. Так вот, мы там показывали всё на прошлых моделях, мы двумя параллельно замеряли, чтобы показывать, а не теми дешёвками, моноблоками, похожие вот на карандаш. Если этот ещё дорогой, качественный, а японский прибор, вот этот японский, произведён в Японии, вот это, в Японии, так вот, он показывает, как бы, количество молекулярного водорода, но не всё так просто. Расскажите, в чём его суть. Это просто, вот эта же лаборатория, да, исследователи водорода, ну, есть такие мировые специалисты, которые вот в водородном мире, вот, я сейчас говорю, Рэнди Шарп такой есть, американец, учёный, да, вот, они, Тейлор Ле Барон, ещё один такой основоположник этого всего, они изучили этот прибор, как он работает. Он меряет ОВП и по алгоритму пересчитывают в концентрации водорода, но дело в том, что это алгоритм рассчитан на идеальной воде при определённых идеальных условиях и так далее, он совершенно не годится на любую воду, в том числе и на эту. Поэтому его показания приблизительны, но недостоверны совсем. А в некоторых случаях, когда параметры принципиально иные, он может показывать сильно другие показания. Например, когда измеряют в ионизаторе воды, да, он покажет, ну, в электролизёр он показывает наличие водорода, хотя его там, бывает, что нет, не во всех, есть, но не во всех далеко. А потом, потом водородный мир за стандарт принял эти капли, которые мы сейчас мерили. Это, кстати, очень дорогой один. Они очень дорогие. 35 евро плюс пересылка. А потом, значит, сейчас, но это недоступен для всех, вот научный газовый хроматограф. То есть, это научный прибор, очень серьёзный. Там своя методика. Юрий Андреевич вот покажет этот самый наш тест-репорт, то есть, отчёт от тестирования. А вы на своих экранах сейчас будете видеть параллельно. Вы увидите, насколько всё серьёзно. Описано, как проводился эксперимент, в каких условиях подробнейшим образом расписано. Графики, там гистограммы, там всё указано. Это и резюме. Так вот, резюме нашего прибора – мировой рекорд. Я сам не поверил. А мировой рекорд – 5,77 ppm. Вот так. То есть, он учитывает весь водород, который это даже не учитывает. Вот такой фантастический рекорд. А если померить методом, таким, каким у конкурентов меряют, у них не сразу переливается, а после взбалтывания. 30 секунд взбалтывания, ну, как коктейль, для более полного, так сказать, растворения водорода. Тогда получилось у нас 6 из 61. То есть, это зафиксировано. Это зафиксировано, это официально, это можно везде показывать. Это, конечно, мы померили для сравнения с теми, как мы раньше мерили, хотя опять у нас сегодня меньше, чем мы ожидали обычно. Но это не важно. Главное, у нас есть объективный показатель, он фантастический, он соответствует действительности. Что это означает, Юрий Андреевич? Это прорыв гигантский. Почему? Там прямо в этом тест-репорте внизу написано, что один стакан, сколько даёт водорода, он даёт дозу 1,12 миллиграмма водорода. На один вот этот стаканчик. На один, на один. То есть, вы выпиваете, и вы получаете сразу терапевтическую дозу. Она от одного до трёх. Ну, есть сведения 0,5-0,7, но это под старые приборы написано. Сейчас 1-3 считается минимальная такая доза терапевтическая. Терапевтическая. То есть, если вы выпиваете один стакан, вы уже получили эту дозу. Если бы вы пили приборы, как бы, ну, вот эти, да, или Хэллоби, это надо 5 стаканов. Но что хочу сказать. Это критически важная функция для людей с почечными проблемами, с сердечной недостаточностью, да, для пожилых людей, которым просто нельзя много пить жидкости. С сердечником делать. Да, да, да. Поэтому для них 1-2 стакана, ну, 3, да, это уже вообще супер будет. А это вполне, так сказать, цифра достижимая. Давайте мы сразу тут акцент сделаем ещё такой. Пусть это немножко о другом, но о том же. Значит, для людей, кому действительно лишней капли нельзя, конечно, идеальный вариант и это дышать чистым водородом. Только не той ерундой, когда в прибор вкручивают крышечку, идёт силиконовый или там даже ПВХ, какой силиконовый, шланг, и вот это типа масочка такая. Это, вот, слушайте, вот можете пару слов, ведь они же говорят, а у нас ещё это в комплекте, ну, мол, некто. Скажите, что это такое? Ну, можно, конечно, сейчас целую формулу расписывать и так далее, но я думаю, что у нас уже нет времени. Просто я объясню, чтобы люди сразу понимали, вот такой прибор, сколько он вырабатывает водорода, это же видно. Да, он соберёт первую дозу, вы вдохнёте, сделаете один вдох, и всё. И на этом водород у вас для следующего вдоха, вам опять надо ждать вот эту концентрацию. Это не для дыхания. А для дыхания это, который проточный, который делает 300 минимум, а то и 600, сейчас появились даже 1000 этих самых миллилитров в минуту. То есть, вот это вот, вот это вот уже доза, которая нужна. Минимум 300, да, для терапевтического, это минимум 300 миллилитров в минуту. Такой прибор даже близко столько, да вообще на порядке меньше делаем. Ну, сто раз меньше, конечно. Поэтому нечего говорить. Такие приборы хороши, конечно, они идеальны, но они очень-очень дорогие. Но это для тех людей, кто может себе позволить, кто понимает зачем, а особенно у кого проблемы действительно с водой, вопрос решить нельзя. К тому же есть такие состояния и болезни. Ну, я могу про себя рассказать, если есть время, буквально. Ну, давайте кратко расскажем. У меня дома стоит такой прибор, да, и мне ставили зубной имплант, извините за такие подробности, да. Поскольку я тогда пил крови разжижающие лекарства, мне надо было пить, да. Ну, я опасался сильного кровотечения, потому что кровь была жидкая настолько, что бреешься, порежешься и потом замучаешься, останавливаешься. Я очень боялся этого, потому что это много крови при этой операции. Так вот, я посмотрел видео, которое есть в интернете, как в японских стоматологических клиниках делают манипуляции хирургические с кровью. И там большая кровопотеря, и люди, прямо стоит водородный прибор, конюли в носу, и люди дышат водородом для того, чтобы быстрее подавить этот оксидативный стресс и чтобы раны быстрее зарастали. Я помету и об этом. Я пришел от врача, после того, как это сделали, лег и целый день я дышал водородом. Вот дышу час, ну, полчасика перерыва, час, полчасика перерыва, я пришел к врачу, у меня зажило за три дня все, тогда, когда у простых смертных такие вот раны заживают, ну, неделя это если повезет, а то 10-14 дней. Вот что такое дыхательный молекулярный водород, Юрий Андреевич. Безусловно, и это только одну часть вот аспекта применения, вы так сказали, а на самом деле там и более серьезных проблемах. Значит, я просто единственное, что хочу сказать, то есть мы оставим, конечно, ссылку, пусть люди посмотрят, и кто захочет, есть такие дыхательные, вот именно эти, о которых вы говорите, которые лично вы применяли себе. Кстати, есть модель, сейчас действительно не 300, а 600, да? Да, есть такая. Есть, то есть кто захочет, кому, ну, во-первых, меньше экспозиция, то есть меньше можно дышать по времени, там и плюс при тяжелых проблемах, когда нужно срочно решить вопрос за единицу времени быстрее, то вот 600, конечно, лучше. Ну, там будет расписано все, значит, мы там напишем. Что еще мы можем сказать? Самое главное не рассказать. О, да, да, да. Ну, ну, ну. Значит, ну, как включается, вы поняли, да? Вот. Смотрите, она тоже непростая эта штука, там много было нюансов. Здесь стоит кварцевое стекло, потому что только кварцевое стекло пропускает ультрафиолет. Это, во-первых. Во-вторых, жесткий ультрафиолет, он невидим глазом, и поэтому очень опасен. Ну, и мы для того, чтобы, так сказать, для стелек безопасности, для имитации, что есть ультрафиолет, чтобы люди не думали, что мы, так сказать, их обманываем, мы для имитации, для безопасности сюда интегрировали еще УВА-излучатель. То есть, вот то, что вы видите, вот то, что Юрий Андреев показывал, это ультрафиолетовое излучение А части спектра. А вот С часть спектра, которая важна, она невидимая. Их просто синхронизировали, чтобы было видно, что, коль работает одна, работает другая. Именно так, чтобы люди не думали, что мы их обманываем. И в глаза себе не светите. То есть, здесь 265-280 микрометров длина волны УВЦ диапазона, да, та самая, которая убивает это. А та, УВА, там 380, там длиннее длина волны. Вот такой прибор. То есть, ну, я хочу сказать, что вот наличие такой очистительной, дезинфицирующей вещи, да, оно не освобождает от необходимости чистить прибор уксусом или лимонной кислотой. Ну, конечно, мембраны, да, не ухаживайте. Да, они очищают электроды от закальцинирования, прежде всего, да, и другой неорганики. А органика, вот она. То есть, вот вместе с этим вы получили прибор, который полностью может быть обеззаражен и от органики, и от неорганики вашими руками. Ага, получается тут 2 аккумуляторных батареи? Две аккумуляторных батареи. Притом здесь мощнейшая, она 2,2. Слушайте, а на сколько циклов хватит, вот 5-минутных? 5-минутных, ну, на 20 точно. На 20 циклов хватит? Как минимум. И на 10? Ну, на 10-минутных, я лично на своём приборе 11-12 циклов делаю. Это очень хорошо. Около, конечно. Скажите. Этот заряжается порядка 4-х часов, этот заряжается 2 часа, но очень редко надо его заряжать. Сколько циклов хватит? И сколько минут идёт цикл? Вы знаете, я один раз зарядил, но мне до сих пор не потребовало зарядку. Ну, то есть, десятки раз. Десятки раз. А, вот вы нажали кнопочку, загорелись, соответственно, ультрафиолетовые диоды, и сколько он работает, когда... Вот, одну, один раз нажали, одна минута, если на... Так, я хочу выключить принудительную. Ну, это да, надо долго держать. Если вы нажали раз-два, то он здесь моргающий, видите? Да, моргает. Три минуты. Так, три минуты. Три минуты. И раз в день вполне достаточно. Вполне достаточно, конечно. Раз в день за глаза. Но это надо обеззараживать. Ну, люди некоторые хотят и воду обеззараживать, но я надеюсь, что все люди без органики воду пьют. Да, кстати, какую воду заливать? Лучше всего после обратного осмоса, да? Просто система обратного осмоса. Абры, как минимум, это будет очень хорошо. Очень хорошо. Вот в этих дешевых приборах, на самом деле, если в осматической воде делать, практически ничего там не будет. Значит, здесь вот есть этот аспект долгопарящих вот этих микропузырьков. Водорода и насыщение идёт здесь избыточное. Поэтому оно такое хорошее. Что касается, значит, срока службы аккумуляторов примерно. И меняются ли они? Меняются. Точно. Абсолютно. Вот. Очень важный момент. Вот этот меняется без проблем. Ну, так же, как и в НЕОПМе. Снимается вот эта вот самоклеящаяся прокладка. Четыре шурупчика. Открыли, поменяли. Всё. Закрутили. Этот сложнее. Но тоже меняется. У меня есть ролик, как менять, да? Дойдёт до этого, опубликуем. Ну, это да. В любом случае. Вот. Но это дело нескольких лет, я вас уверяю. Тут даже... Абсолютно. Абсолютно. Это уже другие ёмкости, это новые хорошие аккумуляторы. То есть, вообще, принципиально другие. То есть, Юрий Андреевич, на самом деле приборы должны соответствовать высококачественному прибору вот таким параметрам. Первое – производительность. Второе – надёжность. Третье – долговечность. Четвёртое – эргономичность или удобство пользования. И пятое – дизайн. Некоторые с дизайна начинают. Вот этот прибор, как бы, он по всем этим показателям имеет высшие оценки. Дизайн, я считаю, премиальный, ну, как кристалл, из оксида алюминия сделан. Эргономичность, вот эти вот нажатия без этих самых, видите, без всяких проблем. Да, пожалуйста, без всяких проблем. Да, вот мы видим обратный отчёт. Обратный отчёт. Показатели заряда батареи, сигнализация световая, сигнализация звуковая идеально выверены. Там мы, так сказать, несколько раз тестировали уровень звука, тональность и подобрали идеально. И световые сигналы, цвета всё подобрали идеально. И ещё очень важный момент, чтобы люди об этом не спрашивали. Здесь так и должно быть. Тут три вида пузырьков идут. Мелкие, крупные и те, которые невидимы глазом. Три вида пузырьков. Ну, насчёт надёжности, я хочу сказать, что эти приборы, в отличие от вот этих, они изготавливаются на заводе, который применяет стопроцентную проверку герметичности. То есть, у них есть свой ноу-хау, я его знаю, видел лично, как всё это делается, но не буду здесь по просьбе завода раскрывать. В всяком случае создаётся избыточное давление по определённому алгоритму, очень серьёзное, которая смотрит, как оно, есть ли утечки, где и как, и она гарантирует, что проверенный таким образом прибор в процессе эксплуатации не будет протекать. Это очень важно. Далее, ток выверен настолько, я уже сказал, что он, во-первых, даёт такую колоссальную концентрацию, а во-вторых, он не ведёт к деградации мембраны. Почему? Потому что это проверено вот этим тестированием, так сказать, долговременным. Поверьте мне, я вот когда начал полтора года назад получать первые тесты прибора, они были, так сказать, ну, базовую бутылку даже они продавали, там, и она была успешна, всё, мы забраковали. Слушайте, а вот последний раз, почему, вот буквально, должны же были в середине лета получить первую партию, но так и не получилось, что отдали, всю партию забраковали, из-за чего? Юрий Андреевич, не поверите, беда пришла там, где мы её не ждали. Значит, прибор получился идеальным, да, он, собственно, такой, как есть, но упаковка пришла некачественная. То есть, вставка внутренняя была сделана из плохого материала, который, так сказать, издавал неприятный запах. Он уходил со времени, но мы посчитали, что мы на компромиссы идти не можем, да? Нет, потому что уже были случаи с первыми приборами, нас подводили, то один завод, то другой, то десятый, то приходилось, просто зрители это не знают, но мы и партии меняли, и даже брали первые продажи были там. Мы, несмотря на то, что мы, так сказать, задерживаем по времени, мы несколько сотен вернули на завод, заводу надо отдать должное, так сказать, они за свой счёт всё сделали, как бы, ну и сейчас всё в порядке. Такой ещё вопрос, сразу будет наверняка, что от пытливого ума людей, кто помнит и помнит все наши прошлые видео и приборы, вот Neopen производился в Европе, не в Китае, даже не в Корее. Почему решили вернуться на завод всё-таки в Китае? Вот смотрите, есть так называемая кооперация, когда получают с различных источников, ну сейчас практически все зовут, а раньше я работал на заводе радиотехника, где работало 14 тысяч человек, и у нас был полностью замкнутый цикл. Сейчас же такого нет нигде. Один завод делает металл, второй завод льёт пластмассу, третий завод делает печатные платы, а четвёртый завод всё это вместе собирает. Вот мы пошли по пути, когда делали Neopen, вот по пути такой расширенной кооперации, да, электронику, конструкцию, софт мы сделали в Европе и сборку, а остальные детали мы получали китайские. Суть получилась такая, когда китайский завод увидел, насколько мы улучшили Аквапэм, который они выпускают, которые мы значительно улучшили параметры, вы помните, можно стало заряжать, вернее, генерировать во время зарядки, да, там, сенсор стал работать идеально. Это в Neopen. В Neopen, да. Вот, значит, они, грубо говоря, стали нам совать палки в колёса, которые вылились в то, что, ну, мы приняли решение, что невозможно работать, да, и поэтому мы приняли решение скопироваться с другим заводом после очень серьёзной череды проверок, да, чтобы они полностью делали, отвечали за это. Мы, значит, разработали, оплатили и оснастка, это наша собственность, значит, вот этого ноу-хау ультрафиолетового первого в мире, да, и мы как бы совместно вот душа в душу это производим. Завод высокотехнологичный, тут вообще вопросов нет, никаких сомнений в качестве быть не должно. Ну, и подстраховались по поводу там патентов и прочих вещей, защищающих эти приборы от подделки, ну, конечно, разумеется, в случае приобретения их, естественно, у правообладателей и продавцов, то есть у нас. Так, что ещё мы можем сказать, если что-то есть в завершении, наверное, конечно, я вот сразу скажу, что если какие-то вопросы, которые вдруг мы не осветили, и вы не найдёте, перейдя по ссылке, потому что там будут в описании, и, во-первых, там будет обязательно ссылка на вот это американское исследование, и если какие-то, на другие исследования вообще о водороде, если вы не в теме, у нас ведь собрано большое количество документов на эту тему, но если будут какие-то вопросы, вы напишите под видео, и, конечно, на эти вопросы, когда соберётся определённое количество, то мы сделаем видео ещё, в котором объясним всё это, ответим. А до этого будут песненные ответы на вопросы зрителей, это да. Я вам ещё, Юрий Андреевич, пришлю фотокарточки реальных прокладок, которые подвержены тому, что там плесень стала на них образовываться, различные налёты и так далее. Я вам пришлю, чтобы вы тоже зрителям показали, к чему привозят. Я очень надеюсь искренне на то, что вот с помощью вот этой кнопочки, да, мы много проблем сможем избежать. Очень много решим, если люди этим будут пользоваться, это действительно, да. А, кстати, а теперь, вот, заряжать можно, когда генерация идёт, или всё-таки можно? Конечно, да. Можно? Конечно. Так, отлично, это вопрос ясен. То есть, человек может просто к проводам подключив к ноутбуку, скажем, залить воды и генерировать. Да. Так, ты понятно. Мы когда почистили прибор, ну, помыли или там просто… Ну, опять же, Юрий Андреевич, смотря какой ноутбук, да, так сказать. В основном, да, но если будет исключение, то это как бы… А что вы имеете в виду? Ну, там, ноутбук же тоже, так сказать, имеет разное напряжение. Напряжение. А, ещё раз давайте сказать, какое должно быть напряжение? Нет, ну, про ноутбук я не могу сказать параметры электрички. Нет, нет, для него какой нужно? А вообще, зарядное устройство нужно применять в идеале 1 амперное, да, но я лично применяю 2 амперное, это нормально тоже. В комплекте зарядки нет? В комплекте нет. Есть провода? Да, только провода, кстати, очень высококачественная. Которая при сгибании-разгибании не отрезкается. Получше, чем были, да. Да, тоже хорошо. Так, значит, зарядки стандартные для телефонов, для смартфонов подойдут? Да, конечно. Подойдут? Именно они. От автомобиля, которые вот эти переходы? Да, тоже, конечно. От зарядки смартфонов подойдут? Да. От современных ноутбуков, там, всяких разных, тоже подойдёт, кроме каких-то старых, может, моделей, просто смотрите на этот диапазон заряда, который рекомендуется. В инструкции всё есть, по уходу за прибором всё подробно в инструкции сказано. Да. Продублирована инструкция на нашем сайте надгар.ру под этим прибором по ссылке. Переходите на страничку, и там в описании, в том числе, будет электронная версия инструкции. Так, что мы ещё не забыли бы сказать из самого важного, из основных вопросов. Сколько их разных за вопросов? Я могу говорить до утра, Юрий Андреевич, если разрешите. Пока не будем, но, наверное, пока достаточно. Мы с вами, конечно, вот не замерили, не показали те приборы, чтобы люди увидели, но... Ну, это долгая история, но мы... Если захотят, мы можем, вы это сделаете, а мы смонтируем и покажем по этим моделям. Хорошо. Если будет это интересно, то есть, это настолько очевидно, что... Ну, вот мы, например... Юрий Андреевич, я в уточнении замерить мы можем, да? Я ещё раз повторяю. Замер разовый, это новый прибор, да? Он будет, так сказать, неплохой. Там до трёх может, так сказать, даже может превысить. Но... И за счёт того, что повышенное напряжение... И мембрана разрушается в разы, в десятки раз. Конечно, конечно. Она прослужит. Кстати говоря, уже в отзывах, да? На этот прибор об этом люди пишут. Пишут. Да. И ещё вопрос, что за мембрана. Ещё раз, дорогие товарищи, давайте я вам скажу в завершение самое главное. Здоровье дороже всего. В данном случае это не сравнение стиральной машины одной и другой, которая больше прослужит, больше оборотов и так далее. Дело вообще не в этом. Самое опасное, когда ионы металлов поступают, а при электролизе они в воду выделяются, любые. И единственный металл, который не позволяет это, ну, не выделяет атом из себя в воду, это платина. Только платина. Это дорогой металл. И если напылить один раз или два, это уже разница в приборе будет процентов на 20-30. А надо 3-4 слоя платины напылить, чтобы эти электроды, эти мембраны служили долго. А в этом приборе, во всех наших прошлых моделях, начиная от хэлобидо, аква и неопенов, они именно так были сделаны. И этим обусловлена, в первую очередь, цена, так сказать, более высокой, нежели всяких дешёвок. А людям, большинству понятно. Разве что названия одинаковые, они, вот я поражаюсь, на Алиэкспресс. Я понимаю, какую-нибудь заглушку для чего-то купить, для сантехники, ещё чего-то, это всё понятно. Но когда речь идёт про здоровье, как эти нюансы, люди не понимают. Я в десятках своих видео это объяснял. Бьюсь, бьёмся над этим, объясняем. Ну ладно, в общем, разумный человек услышит, как говорится, мы предупредили, дальше выбор любого человека за ним, безусловно. Но на этом, наверное, на сегодня всё. Как говорится, будут вопросы, обращайтесь. Да, и главное теперь, что будет количество, то ведь как раньше было, приходит прибор, несколько дней, партии небольшие, не было больших мощностей, к сожалению, мы не могли рассчитывать на заводы, которые в Китае, в Корее находились, а в Европе малое производство. А теперь производственной мощности, безусловно, больше. Теперь их будет по количеству больше. Каждый прибор проходит аттестацию с завода с ленты. И, соответственно, теперь, во-первых, сами технологии не допускают вот эти проблемы, которые были во всех предыдущих поколениях. А теперь это, в общем-то, исключено. И прокладки очень хорошие. Ну и сама технология сброса давления. То есть, опять-таки, со временем это не должно. Мы это, конечно, можем только сказать теоретически. Со временем, по конструктиву, судя, это не должно. Уменьшаться герметичность, правильно? Да. Конструктивно это невозможно. Ну вот это вот важно. И стекло не разбить. Ну, естественно, если только не кидать об пол. А так вот упадет, по-моему, не разобьется. Ну и резьбу не поломать. Это очень важно, потому что люди многие с резьбой по неопенам, ну вот так нас китайцы, скажем, подвели. Ой, эти, да, ну комплектующие, которые поставляли. Почему мы... Кстати, вот про давление. Вот смотрите. Вот этот прибор, да, который, так сказать, присутствует на российском рынке. Крышка. Да, это, ну она весит, во-первых, там грамм дядя. Ну и элементарно, тут нет никаких устройств, которые сбрасывают давление по-умному. Ну да, есть вот эта вот маленькая силиконовая, будет надеяться, прокладочка. Она ни о чем, как говорится. При высоких давлениях она выйдет из строя через несколько циклов. То есть, я думаю, что все уже поняли, да, кто пользовался приборами предыдущими. То даже качественные приборы. И Хэллобе, вы помните, там пружина вылетала, там пружина была, они поставили пружину и такая мягкая прокладка была. В этот момент думали, что это лучший вариант. Да, вот. И она не выдерживала, по неопему тоже не выдерживала, да, летели эти крепления. К сожалению, то есть, решить вопрос по избыточному давлению, это, ну, один из главнейших вопросов. Вместе с токами, да, вот эти два вопроса. Давление безопасно обеспечить и токи. И тогда будет прибор идеальный. Ну вот здесь, на мой взгляд, это удалось. Да, плюс ультрафиолет двух видов. Ультрафиолет это да. Двух, да, и плюс к тому экран, то есть, обратный отчет времени, что видно, зарядка. Нас когда пора заряжать, он подскажет, прибор нужно, батарея, батарея более мощная, контакты очень хорошие. В общем-то, ну, я не знаю, вот все, что было, когда-либо писали люди из тысяч купивших приборы, вот учтено, наверное, все. Потому что реально откладывалось, вот полгода потеряли только на то, чтобы учитывать, потому что приходят новые проблемы, мы даже о них думать не могли, ну, что люди пишут. И вот для удобства и с точки зрения по времени технологическим изменениям, ну, вернее, с прибором, что меняется спустя там год-два, а это вот пришлось замедлить, ну, производство отсрочить, отодвинуть, зато устранить. И вот теперь, теперь уже вот три раза последних на самом деле менялись, с мая хотели, сначала в мае хотели, потом в начале лет, в середине, вот к концу и только вот в сентябре партия, соответственно, уже вот приходит. Это опыт, ну, это образец один из первых опытных, а сейчас уже выходит непосредственно партия. Так что в момент выхода этого видео, дорогие товарищи, вы уже сможете заказать сразу, перейдя прямо по ссылке под этим видео, ну, соответственно, этот прибор. Заходите, смотрите и приобретайте. Еще раз напомню, что отправляем мы и наши приборы, и любые другие товары, продукты, что угодно, в любые города России, любые страны мира. Как? Подробно, особенно для тех людей, кто проживает не в России, а в других странах, сейчас вы две минуты последних услышите как раз эти нюансы. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания. Итак, пока я еще в гостях у Юрия Андреевича не уехал, давайте проведем второй дубль измерения уровня водорода в нашем новом приборе ВВП. Я уже воду приготовил из обратного осмоса. Наливаем до начала резьбы. Закрываем плотно и включаем на 10 минут. 5 минут включилось, теперь 10-минутный режим. Ну вот, через 10 минут прозвучит звуковой сигнал. И я вернусь для того, чтобы каплями метиленовый и синий, катализированные платиной, значит, померить концентрацию водорода, как вы уже видели в предыдущем видео. Пока я вас покидаю, да, значит, видео не прерывается, чтобы ни у кого не было сомнений, что какие-то там, скажем, компиляции и так далее. Все в прямом эфире, что называется, да, и по-честному. Так что вот, кто хочет, может смотреть все 10 минут. Кто не хочет, может просто перемотать и посмотреть процесс измерения. Ну вот, все, я вас временно покину. Спасибо. Спасибо. Ну вот, прозвучал сигнал. Закончился цикл генерации 10 минут. Сейчас мы померяем уровень водорода. Что у нас получилось в этот раз. Так, перелив. Ну вот, сейчас нормально. Так, начинаем считать. Опа, авария. Ничего. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, двадцать, двадцать, восемнадцать, двадцать, 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 двадцать. 30 мы прошли как бы без проблем 31 32 33 34 35 35 тоже хорошо 36 37 38 39 40 но вот в этот раз 40 уверенно прошли 41 42 до 43 44 45 46 47 вот тут уже наверное все начал уже синить голубей то есть уверенно 47 капель мы накапали ну как бы что сказать лучше чем было но далеко от идеала которого я достигал в принципе на этих приборах на юрмальской воде подчеркиваю вода везде разным юрмальского у меня вода притом не обратный осмос нулевая вода то есть тдс равно нулю значит у меня замеры такие 45-53 это стабильно то есть прибор сверхвысокую концентрацию имеет в этом мы убедились еще раз так что 47 это прекрасный результат ну равных к такому прибору нет все на на этом спасибо за внимание и и и и и и и